У нас 138-й урок по книге Мишлей, и мы находимся в 16-й главе, в 22-м предложении Мишлей. Говорит Шлома Мелохи, я начинаю с русского языка, разум для имеющих его источник жизни, а кара глупых... Секунду. Разум для имеющих источник... А кара глупых — глупость. Говорит теперь на Влашон-Акодыш, сказано так. Макор Хаим — источник жизни. Сейх-эль-Баалав — это разум их хозяинов. Умусар Авелим — ивэлэд. А мусар, который получают... Слово мусар я не буду переводить всё-таки. Получают глупцы — это глупость. Говорит товарищ Мальбим таким образом. Сейчас я приходит тебе Шлома Мелохи объяснить, в каком случае понимает Ха-Хам... Да. Проблема в том, что мы... Некоторые перерывы в неделю, и мы, естественно, забываем, что было раньше. Раньше было написано, обдумывавший свои дела найдёт благо, и надеющийся на Всевышнего он получит счастье. Мудрого сердцем называют разумных, а слабость уст умножит познание. Вот теперь написано, разум для имеющих его источник жизни, а кара глупых — глупость. И вот объясняет Мальбим, что сейчас Шлома Мелох пришёл нам объяснить, каким образом начинает понимать Ха-Хам Лев, мудрец, сердцем, Ху-Кей Хохма. Как он может получить законы мудрости? Таким образом, что он с помощью них доходит до состояния, которое называется даат. Мы в прошлый раз, по-моему, обсуждали, что такое Хохма Бина и даат, очередной раз. И то, что человек, получающий какую-то информацию сверху и обрабатывающий его, должен её довести до состояния полного хибура, полного соединения с этой информацией. И тогда информации должны стать единым целым. Они михубаримы, они соединены, так что их невозможно разделить. И теперь он начинает объяснять, каким образом технику работы того, как человек, у которого мудрое сердце, каким образом он может прийти к состоянию, которое называется даат. И он объясняет, что Мефареш объясняет так. Маккор Хаим — источник жизни. Это человек, который Шоев, Ха-Хам Лев, Мименуэ да даат. Что источник жизни, из которого человек, в сердце которого приобретает мудрость, он черпает понятие даат. Баалав шугу маккор, шугу сейхль. Этот маккор, этот источник, является разумом. Шигам шило есик хукея хохма — даже человек, который не достиг законов мудрости. Бэко хабина — через свой разум, через свое понимание. Есигам али дэй коа сейхль — он может их достать, постичь их через силу человеческого разума. Что это сила одна, которая есть в человеку для того, чтобы... Для того, чтобы достигнуть и понять ту истину, которая скрыта. И также законы мудрости и разные духовные вещи — они не сгавими винат адам. Они скрыты от разума человека, понимания человека. И есть сейхль, который сейхль тоф — хороший разум. Что это руога-кодыш, который называется руога-кодыш. То есть, Мальмим определяет, что источник бины, который входит в человека — это тот руога-кодыш, который есть. Ашель-ехуль аль-хахам лев. И он находится у человека, у которого мудрое сердце. И это уже сказано было раньше. Тора тхахам макор хаим. Что тора — это человек, это источник жизни. Шеколь тоф и тен хен. Что все, что является то, все, что является добро. Она дает понятие хен. Хен — милость. И я уже объяснял, что сейхль тоф — это хороший разум. Это является источником жизни. И это дает милость и ханину, и хорошее отношение со стороны Всевышнего. Для того, чтобы человек мог постичь скрытое. И это то, что объясняется, что мусар — авелимий Влад. Что мусар, который получает глупцы — это глупость. То есть, потому что так, как хохмы и мусар, они идут вместе. Авелим базу кихем мистапким убателим свекот философиям. То есть, что имеется в виду? Что хохмы и мусар идут вместе, потому что у человека рождаются свекот, сомнения, философские сомнения по поводу мудрости Тора, по поводу той мудрости, которой мы и владеем. И шорош мусара, они построены на Ира Дешем. Мусар, его корень, он строится на страхе перед Всевышним. И сейхль, разум, он помогает выяснить амитиют. Он помогает выяснить истинность. И это делается с помощью мусара, который находится в разуме. Что он убирает глупость и объясняет глупцу, глупцам, их свекот, с помощью сейхль. То есть, те сомнения, которые появляются у человека, разрешаются с помощью разума. И это то, что сказано ко хохам лев, что это сила человека мудрого сердца. Как сказано, что придет мудрость в сердце твое, а дат придет в твою душу. Для того, чтобы спасти от плохих путей, от плохой дороги и от человека, который говорит наоборот тому, что надо сказать. И это то, о чем сказано, что человек становится глупец, становится эвидом для мудрого человека, поскольку посредством мудрости сердца он изнает мусар и у него исчезает свекот. Давайте сделаем секунд того, что говорит Мальбин. Мальбин сказал довольно длинно запутанно, но идея очень простая. Мальбин, который состоит в том, что для того, чтобы достигнуть бины и через бины дата, человеку нужно достигнуть состояния, которое называется хохам лев. Хохам лев это некое понятие, связанное с мудрость сердца, связанное с руаха кодыш, который находится на человеку. Объяснить, что такое руаха кодыш, перевод, это будет очень некрасиво звучать, но мусар объясняется, что это божественное какое-то присутствие с человеком и сиута дешмая, помощь Всевышнего, которая находится внутри сердца человека, которая не всегда передается только через разум, иногда она связана с чувствами человека. Поэтому лев приобретает человеческий разум и начинает ощущать какие-то вещи. Базируется это на том, что человек приобретает эту мудрость вместе с мусаром. То, о чем говорится в Мишне, Перкеа, что «эн ира, эн хохма, эн хохма, эн ира». Нету мудрости, нету страха, нету страха, нету мудрости. Эти две вещи, которые должны идти параллельно, одновременно. Мусар, его источник является Ирад Шамаем, и вместе с мудростью познаниями Торы, он, соответственно, рождает какой-то роха кодыш, который находится в сердце человека, который здесь у нас формулируется как хахмат лев. Поэтому источником является сейхль. Сейхль, по его админам, сочетание иры и хохмы, сочетание боязни и мудрости. Сочетание этих двух вещей может родить дат, с помощью которого будет идти человек. И это то, о чем он говорит в Пасуке, когда он говорит, сейчас секундочку, когда он говорит, Макор Хаим, источник жизни, это разум человека, разум хозяина. И мусар, он убирает глупость. Что значит мусар убирает глупость? С помощью Ирад Шамаем и сейхль, который работает параллельно, одновременно, человек может убрать из своего сердца те свекот, которые существуют, свекот, которые существуют боимуна в вере человека. Окей? Более или менее. Теперь посмотрим Гаона, который разбирает этот пасук немножко с другой стороны. Гаон Мивильно пишет, что Макор Хаим сейхль-балах. Он пишет, сейхль, разум, это источник жизни хозяина. Как сказано, хохма тихаеба алейха. Хохма, она будет оживлять его хозяина. Эта фраза Шамама Мелаха только не из Мишли, а из книги Кагелет, где Кагелет пишет о том, что хохма оживляет хозяина, того, у кого есть мудрость, она дает жизнь своему хозяину. Продолжает Шамама Мелаха, продолжает Гаона и говорит. И еще один комментарий. Сейхль, это человек, который маскиль бадарахей хашем, который идет разумно по путям Всевышнего. Как сказано, вэййидор лэколь, давид лэколь драхав маскиль, что был Давид во всех своих путях маскиль, мудрым. То есть, мудрость это решение, по какому пути идти ко Всевышнему. И объясняет Раша, маскиль, что такое маскиль про Давида Мелаха, который разумно шел всеми своими путями, переводит Раша слово разумно, переводит Раша мацлех. Мацлех от слова гацлаха, это успех, успешен во всех путях. И что такое успех? Это разум, который ведет своего хозяина. То есть, для того, чтобы добиться успеха, нужно идти по всем путям Всевышнего, разумным путем. Разум должен определять пути человека. И таким образом, гацлаха, успех, это и есть источник жизни человека, о котором идет речь. Я видел, есть такие сифарские седуры, которые называются Ишмацлех. Взято это название, успешный человек. Из прошлой парши, где сказано, ваая Йосеф Ишмацлех. И был Йосеф успешным человеком. И большая часть людей воспринимают успешного человека. Это человек, который хорошо помолился, и ему сразу тонна золота спустилась с неба немножечко. Если тонны мало, то полторы. И вот это понятие гацлаха, которое понимается обычным человеком, который берет в руки седур под названием Ишмацлех. Здесь говорит Гаон Мивильно, что такое гацлаха, о которой говорит Давид. Что Давид был успешен во всех своих путях. Успешен имеется в виду, что все пути он продумывал, по какому пути идти. Он не просто шел, а он решал, когда направо, когда налево, и какие шаги делать правильно. То есть каждый шаг он продумывал. Это называется Ишмацлех. Человек, который решает, что именно от него нужно Всевышнего. Продолжает Гаон и говорит. Вторую часть посылки он переводит совсем не так, как перевел Мальбем. Мальбем объяснил, что мусар, он помогает вместе с мудростью избавиться от глупости. Это перевод Мальбема. Не так, как у нас в русском переводе переведено. Я, честно говоря, не очень понял смысл русского перевода. Я его не видел до этого. Сейчас обратил внимание и не очень понимаю, что он имеет в виду. Разум, для имеющих его источник жизни, это понятно. А кара глупых глупостей, я не очень понимаю, что означает это словосочетание. Мальбем перевел это, что для того, чтобы уйти от глупости, от глупых свекот, от глупых сомнений и вери, нужно сочетание мусара и сейхеля, который он говорил раньше, и мудрости, о котором он говорил раньше. Так Мальбем переводит предложение. Гаон немножко переводит более похоже на перевод русский, но сейчас посмотрим. Он говорит. Это немножко больше похоже на русский перевод, но немножко, я не знаю, что сказано в русском переводе, я не понял. Гаон переводит, что для глупцов их несчастье, мусар он переводит как слово страдание. Не как мусар моральные качества, а как слово страдание. А страдание, которое происходит у глупцов, оно происходит от глупости. Глупость это отсутствие сейхеля. То есть, когда человек выбирает дорогу, по которой он идет, то это является разум, становится для него источником жизни, потому что правильный путь это и есть жизнь. Но когда человек не выбирает и идет по глупости, то в этой ситуации происходит, что те страдания, которые он получает, эти страдания рождены его собственной глупостью. То есть, они рождены чем? Что он отказался обдумывать каждый свой шаг. Этим вызвано страдание. Так объясняет Гаон этот посок. И как бы один из источников этого «Одну минуту» есть. Он уже нас приводился чуть раньше. Момент, я не помню где. Тов, не помню. Просто уже почти очень похоже приводилось. Я не могу сообразить, где это было. Мне казалось, что это было в 13 главе. Один момент. В 13 главе 21 предложение говорит Шлома Амеллах. И говорит Гаон, что означает этот посок. Он говорит, что в другом месте сказано что зло, оно будет проводить, ему будет проведена маслуль, как это, лыжня, маршрут. И мы будем проведены, дорога для злу проводится с помощью хат, с помощью авейры, с помощью преступления. И с того, что человека не хватает митсвот-асе, человек недостаточно много делает митсвот-асе, говорит Гаон, это является причиной, которая приводит его к понятию «роша». Роша – это нечестивец. Роша – это тот, кто нарушает заповеди лоты-асы, нарушает заповеди неделы. Человек, который недостаточно исполняет заповеди неделы, это приводит его к пути, который приводит к нарушению заповедей неделы. И это то, что сказано здесь, говорит Гаон в 21 предложении 13-го посока, что из-за хатоим, из-за прегрешений, то есть, что такое хэт в данном случае, это человек, который рогилли в отель митсвот-асе, человек, который привык делать битву митсвот-асе, аннулировать митсвот-асе, не надевать тфелины, я знаю, что это такое. После этого за ним бежит зло в таком состоянии, что оно его догоняет, и он начинает делать оверот лоты-асы, и он начинает нарушать заповеди неделы. Но цадиким, за ними как бы бежит, им платится понятие «тов». Имеется в виду, что Всевышний дает цадиким награду хорошую. То есть, что за награды, которые ему дает Всевышний. Схар митсва бхайл-малейка, нету награды за митсву в нашем мире. О какой же награде может идти речь? Объясняет Гаон, что Всевышний дает им возможность сделать еще митсвот. И эти новые митсвот называются «тов», позитивность, как я уже объяснял. И это сказано, скар митсва митсва, награда за митсву в митсва. И еще одно объяснение, что хато им их преследует зло. После того, как люди делают грехи, их преследует зло, то есть берет их и забирает из жизни до времени. Скажем, человек должен был бы прожить 120 лет, а проживет только 118. И как сказано в Геморре Хагига, есть люди, которые умирают без суда. Имеется в виду до времени, за свои грехи. И об этом сказано в Зогоре, и еще какие-то цитаты, которые я не буду уже переводить. Таким образом, что хочет сказать Гаон Мивильна о нашем пасуке? Он говорит, что источник жизни – это разум хозяина, человека. Что имеется в виду, что хохма, она дает человеку жизнь. Жизнь – это, как мы знаем, прилепиться к Творцу, соединиться со Всевышним. Сделать это можно только воспользовавшись разумом. Человек же, который этого не делает, он уходит, отдаляется от этой жизни. В какой главе там? В 13 главе мы только что читали один из комментариев, что он умирает раньше срока, человек, который не пользуется разумом. И второй комментарий, что к нему приходят несчастья, которые нужны для того, чтобы убрать от него эти оверот, которые он сделал. И несчастья к нему приходят из-за своей глупости. Источник этих несчастей – собственная глупость человека. Если немножко соединить два комментария Мальбима и Гаона, то получается так. Гацлахой называет Мальбим то, что Гаон называет Хаим – жизнью. То есть разум ведет к успеху. Что такое успех? Жизнь, то есть соединение со Всевышним. Поэтому каждый шаг Давида Мелоха должен был быть рассчитан. И об этом он говорит в псалмах. И об этом же говорит здесь Шлома Мелох. Что человек, который стремится к источнику жизни, человек, который взвешивает шаг и обдумывает его, то он идет постоянно по пути Всевышнего. И это то, что делал Давид Мелох, и он был Мацлех. Это Гаон именно говорит, не Мальбим, я перепутал. А мусар, то есть несчастье, преследует человека, который идет по пути глупости, глупости, то есть он не взвешивает своих поступков и идет так, как получается. То есть он не следит за Аверот или Мецвод, который он делает, и результат понятный, более или менее. Я хотел здесь обратиться к кусочку из Дериха Шема Рамхаля, который говорит на эту же тему, но он говорит очень длинно, поэтому посмотрим так кусочками, смогу я сократить или нет, не знаю. Он говорит, есть глава в первой части Рамхали, четвертая глава занимается, что такое Мацав, состояние человека в этом мире, и вещи, которые, дороги, которые находятся перед человеком в этом мире. На эту тему, как бы весь перик написан на эту тему. И он говорит, что человек в этом мире, у него есть два иньяна, два вопроса. Сам человек и его часть, и его поведение. И он говорит, что человек сам по себе. Мы уже говорили, что он состоит из двух противоположностей. Почти как в Лагафтеле Маркса закон единствует борьбе противоположностей. Две противоположности – это тело и душа. Но вот мы видим, что материальность, она в человеке первична. И это тоже немножко или множко напоминает Маркса, который говорит о том, что, извиняюсь, бытие определяет сознание. Так вот, мы видим своими глазами, что материальность в человеке первична. И его производные материальности, они очень сильно так, что их невозможно описать. И это начинается сразу же после рождения человека. И почти вся материальность у него, и мозг, разум человека, не начинает работать, а только немножко. Здесь Рамхаль уже пишет то, для чего я его открыл. А именно, он пишет о том, что материальность человека – это фактически его телесная деятельность. Переведем на наш язык, который учили на биологии, не к ночь, не будет помянута. Что существует понятие инстинкты телесные, с которыми человек рождается. Есть безусловные инстинкты, это прямо начинается с родов человека. Есть условные инстинкты, которые они вырабатываются на уровне собаки Павлова, у которых в нужное время начиналось от колокольчика, начиналась выделяться слюна, потому как кушать хотелось. Так вот, эти инстинкты – это телесное начало человека, его бытие. И есть духовное начало, которое пишет Рамхаль, пишет, «Вейнга сейхаль паэль эл миат». А разум человека действует только немножко. В соответствии с тем, как он растет, ребенок, то сейхаль его начинает быть все сильнее и сильнее. Я в скобках добавляю не всегда и не у всех, но это шутка. У каждого человека, Рамхаль сама кто пишет, у каждого человека в соответствии с этим человеком. И во всяком случае, не уходит материальность и продолжает властвовать на человека до того состояния, что доводит его до различных грехов. Но если он растет в мудрости и начинает учиться мудрости, и начинает лить хазек бедрахейха, и начинает быть более сильным в своих путях, и он старается, очень тяжело переводить, захватить свою природу, лихвошь, как перевести? Овладеть своей природой. И не будет он давать никакого силы, никакой возможности властвовать своим таавот, своим желанием, вожделением. И тогда он будет все время усиливаться для того, чтобы идти путями разума. И тогда мы видим, что эти вещи, которые его... Однако мы видим, что то, что мы видим глазами, что человек в своем, на самом деле, мациюте в своем существовании, материальном, сильном, они находятся... Все люди находятся в состоянии некоторой хошиха, некоторой тьмы, которая затемняет на нас природа. И это очень далекий мациют от того, что должно быть на самом деле у человека, который приближается к разуму. Я прервусь в Рамхале, потому что я так могу весь урок его читать, он весь на тему этого посока Мишли, вся эта глава. Но суть мы прочитали, основные накудот, которые я хотел, основные элементы, которые говорят о том, что человек рождается материальным существом. Пока он ребенок, у него есть два инстинкта – поесть, сходить в туалет. Если холодно или еще что-то, он еще может поплакать. Больше ничего он делать не может. Это человек, которого вообще вроде бы как никакого уровня структуры развития головного мозга не видно. С тем временем, когда он вырастает, он становится все старше и все более разум в нем проявляется. И, несмотря на мою шутку, в любом человеке разум, безусловно, проявляется с возрастом. Хотя, конечно, по-разному. И здесь начинается борьба. Она начинается на самом деле, в принципе, в очень юном возрасте. Я не могу точно сказать, в каком. Когда у человека возникает, кроме своих телесных желаний, какие-то нормы поведения, которые в него вбивают родители, и если не вбивают, то очень плохо, нормы поведения, которые он видит от окружающих, после этого, в нормальной ситуации, еврейской ситуации, он начинает учить Тору. И разум начинает ему диктовать какие-то вещи, которые противоречат тому, что диктует тело. С возрастом это усиливается, усиливается и усиливается. Этот конфликт находится с человеком всю его жизнь. И всю жизнь у человека есть конфликт между разумом и телом. Человек, который становится старше, его тело становится слабее. Его тело становится менее телесным, если можно так сказать. И чем старше становится человек, тем меньше у него инстинкты, и тем больше у него разум. Я говорю сейчас даже с точки зрения не только человека, который толмитхохом, который сидит и все время находится в шатре Тори, и все, что его интересует, это поумнеть и посвятить себя Всевышнему. Я говорю просто про обычного, стандартного человека, даже не верующего, не соблюдающего митцвот. Тем не менее, у этого человека тело становится все меньше и меньше преобладающей вещью. И разум становится все больше и больше. Вопрос, на что он направит свой разум? Человек, который становится толмитхохом, балашон и акодыш на языке иврит, называется закен. Закен это старик. Старик происходит от слова закен, происходит от слова зе кана. Этот купил, он приобрел. Человек, который старый, он приобрел, он с помощью разума приобрел знания. Те знания, о которых говорит сейчас нам Шлома Меллах в этом предложении. Когда он говорит, что макор хаим сейхэль баалав, источник жизни, это разум созданий, разум его хозяина. Мы привыкли к тому, что настоящая жизнь это молодость, а чем старше человек, тем он уже одной ногой в могиле. И это не совсем так. Потому что макор хаим или совсем не так. Настоящий хаим это Алла Маба. Алла Мазе это только путь, этот мир это только путь для того, чтобы достигнуть Алла Маба. И настоящий закен, тот, который старенький, который мудрый, который кана, который талмитхохом, он находится намного ближе к источнику жизни, чем молодой здоровый парень, который может поднять большие веса и весы, штанги, гантели и так далее. Поскольку икор жизни это вовсе не тело, а разум, хотя привыкли мы к обратному. Фактически, это то, о чем говорит вся четвертая глава первой части Рамхаля, Дериха Шем. И об этом же говорит Шлом Амелых в одном пасуке. На самом деле не один пасук, а несколько пасуки на эту тему. Я просто в один пасук большую часть вталкиваю, чтобы легче было вести урок. И он говорит о том, что источник жизни это и есть Сейхль Баалава. И это весь Перу Жагро, который, как известно, считал себя учеником Рамхаля. И когда он прочитал Дериха Шем и Салат Ешелим, он сказал, что если бы этот человек был жив в его время, он бы к нему пошел учиться через всю Европу, через весь мир, для того, чтобы дойти удостоиться учить Тору Рамхаля. Фактически, Макор этому, источник этого Рамхаля, он не приводит этот пасук Шлом Амелых, но фактически это то, что сказал Шлом Амелых за много лет до этого. И он продолжает и говорит, а глупость, она ведет к страданиям. Понятно, что мы знаем, что страдания бывают далеко не только у глупых людей. И у Талмидей Хохамим, которые посвятили свою жизнь Торе, страданий полно. И тем не менее, есть два вида страданий, которые тоже Рамхаль пишет, только в другой главе, и описывает и объясняет, откуда появляется страдание в этом мире. Как мы знаем, источник этому, на самом деле, книга Иова, которая вся посвящена понятию, как, может быть, Цадик Варалу, на эту тему написано Ахроним, и Ахроне, и Ахроним, очень-очень много. Суть всегда одна и та же. Рамхаль, он просто написал в Дериха Шем, написал его, как немножко похоже на учебник, если можно так сказать. Он написал очень схематично, для того, чтобы это легче было понять. И он объясняет о том, что, поскольку состояние человека в мире делится на несколько этапов, состояние жизни, состояние после смерти, которое делится на Гейном и Ганедан, и состояние Алам-Абба. Человек, который находится в состоянии жизни, он, по идее своей, он находится в состоянии места, которое называется Алам-Авойда, мир работы. И вся его задача – это сделать ту Авойду, ту службу, то действие, для которого он пришел в этот мир. Торо, Умитсус, Моасим Тавим и так далее. Хорошие вещи, хорошие действия. Человек, который нарушает какие-то вещи, и с помощью своей Торы и Митсвот, не может пройти полностью весь путь, который поможет ему достигнуть Алам-Абба, грядущего мира. Но у него может сложиться ситуация, когда для того, чтобы получить этот Алам-Абба, ему нужно дать определенное количество страданий. И тогда мы видим, что несмотря на то, что человек в садик, он получает страдания, которые на самом деле являются вещью, которая полностью убирает ту причину, по которой он не может войти в Алам-Абба, и вместе с теми Митсвот и Торой, которые у него есть, он получит Алам-Абба. Есть вариант, что человек не может, несмотря на то, что он получает страдания и Митсвот, и Тора в этом мире, несмотря на это, ему не хватает добраться до Алам-Абба. В этой ситуации человеку дается еще гейном, который после смерти тоже обеспечивает определенное количество страданий, для того, чтобы перевести человека в состояние Ганедан и Алам-Абба. Точка. Теперь. Но есть Раша, которому вообще непонятно, зачем даются страдания в этом мире. На эту тему не Иов и никто не говорил. На эту тему говорит здесь Шламу Амелов. Вопрос, который на самом деле еще более трудный вопрос, чем вопрос Иова. Вопрос Иова, к которому мы привыкли. Как может быть цадик в Эр-Алу? Как может быть Раша в Этофлу? Как может быть нечестивец, которому хорошо? И как может быть цадик, которому плохо? После того, как все, кто могут, отвечают на этот вопрос, что это нужно для того, чтобы человек в Алам-Азе убрал все Аверы, и поэтому получил полностью Алам-Абба, без малейшего изъяна, этот цадик в Эр-Алу, и нужно, чтобы человек Раша в Этофлу, чтобы человек, который не может получить Алам-Абба, но сделал какие-то позитивные вещи, все позитивные вещи не могут быть оставлены без награды. Даже за то, что собаки не лаяли, когда Мисрейль выходил из Египта, за то, что они не облаяли евреев, если бы они облаяли, ничего страшного не получилось, не случилось. Ну, полаяли на нас, мы привыкли к тому, что на нас лают. И тем не менее, за то, что они не открыли свой рот и не сказали «Ав-Ав», за это они должны были получить награду, и Тора пишет, какую награду они получают в этом мире. Они получают награду, что Трефу, которая, Невейла, которая получает во время Шкиты, бросают собаками, их за этого кормят. Они получают кость, которая для них является как бы основной наградой, которую они могут получить. Что еще можно дать собаке лучше, чем мясо? Это максимум, что она может получить. Понятно, что, когда говорится про Амисраэль, даже про Рашу, то понятно, что если ему дадут кость и кусок мяса, это не является наградой. Это не то, о чем идет речь. Он должен получить награду, соответствующую себе, и наказание, соответствующее себе. Поэтому Рашуэм получает награду в этом мире, которая выглядит как кость для собаки, но для него это может быть миллиарды долларов, я не знаю, что имеется в виду, каждому человеку в зависимости от того, что он заслужил. Для того, чтобы он не получил Алла-Маба. И после того, как нам отвечают охроним и решоним, Рамбан, Рамбан и начиная с него все остальные, объясняют, почему это происходит, после этого возникает другой вопрос. Вопрос, который значительно более сильный вопрос. И его почти никто не обсуждает. А как может быть Раша, которому плохо в этом мире? Раша нету, Раши, который не сделал ни одной митсвы. Поэтому он должен получить награду за эту митсву, для того, чтобы у него забрать весь его Алла-Маба, как объяснил Всевышний лично Маширобейну. А теперь остается вопрос, а как может быть, зачем нужны Раши, его Исурим, его испытания, его несчастья, его страдания. На этот вопрос отвечает Шламамел и Фигагро в этом посуге, когда он говорит, «Омусар, Авелим и Велот». И страдания глупцов от их глупостей имеются в виду. Те Исурим, которые приходят к глупцам, это те Исурим, которые они сами себе сделали свои глупости. Как сказано, что «като им тердов раа», что грехи они ведут козлу. Каким образом они ведут козлу? Одна из вещей – это то, что не умирает раньше времени, как мы прочитали. Другая вещь, что когда человек сделал какую-то Авейру, это является причиной для новой Авейры. Авейра, Гаррера, Тавейра. Здесь не имеется в виду страдания, как объясняет Гаон. Не страдание является, дословный перевод, глупость, страдание, причина страдания – глупость. Дословный перевод. Но здесь имеется в виду страдание, не страдание из-за того, что человек получит меньше зарплаты. Здесь имеется в виду страдание, которое получает человек в виде того, что он оказывается в ситуации, когда он снова делает преступление. Это другими словами. Когда человек не пользуется своим разумом, и его сейхль не работает против его тела, и он идет на поводу своего тела и делает какую-то Авейру, то это Гаррера приводит к еще одной Авейре. То есть у него исчезает Сюта Дешмая для Митсвы, и он остается один на один с испытанием, и это испытание он мог легко избежать, если бы воспользовался своим сейхалем, а вместо этого он попадает в это испытание, которое приводит к очередной Авейре. И это имеется в виду, что причина и глупость – мусар, то есть страдания, они рождаются из-за человеческой глупости. Страдания в данном случае имеется в виду то, что человек теряет возможность Митсвы и приобретает возможность Авейры. Окей? Более или менее? Тогда я думаю, что мы можем перейти к следующему пасуку. Очень я затянул этот пасуг, но следующий короткий. Говорит Шлома Амеллах. Пасуг номер 23. Говорит Шлома Амеллах, сердце мудрого выразумляет его речь, а в устах его умножается знание. Мальбим объясняет, а, вначале я прочитаю на иврите нормально. Лев хахам ескиль пигу, валь сфатав есиф леках. Сердце мудреца, оно сделает мудрыми, умными его уста, и на сфатав, на его языке, добавится леках, добавится приобретенное, добавится мудрость. Говорит Мальбим, что имеется в виду. Здесь объяснено, что в сердце вот этого мудреца, о котором мы говорим, мудрость возвращается к нему в виде киньяна. Он ее приобретает, обрабатывает, и она становится частью его. До такого состояния, что человек становится, приобретает новое название, новое имя, и называется хахам лев, мудрец сердцем. Таким образом, после этого, это сердце дает мудрость устам. А уста здесь, это намек на то, что человек говорит мудрыми словами. И когда он говорит о законах мудрости, то на него падает от Всевышнего руаха сейхль. Вот этот, что-то типа руаха кодыш, что-то типа, короче говоря, сюта дешмая, помощь от Всевышнего, которая помогает ему формулировать слова и делать так, что слова, которые он говорит, они базируются, они являются эмэс, истинным, с точки зрения закона мудрости. И тогда, на этих словах, на устах добавляется мудрость. То есть, когда говорит устами, чтобы объяснить и вывести это в состояние дата, в состояние разумного, и понятного, и соединенного с человеком, это, намек на это, находится в устах человека, и это добавляет ему мудрости. Как сказано, метах, сватавь и сивлэхом. В другом месте сказано, именно, два пасука назад, в 21-м пасуке, сказано, мудрого сердцем называют разумных, а слабость ум, уст, умножает познание. Так вот, умножение познания, которое происходит, происходит, когда человек что-то говорит. Теперь я прочитаю Гаона, и потом подведем итоги этому пасуку, поскольку здесь он очень похоже объясняется, и он совсем коротко объясняет. Он говорит, лев хахами скельпиху, что сердце человека, оно добавляет, оно делает мудрыми его уста. Что он видит изначально, любое слово, продумывает любое слово, которое он хочет сказать своими устами, для того, чтобы понять их до конца. и также посредством его языка, что он видит то, что собирается сказать, и он постоянно повторяет и постоянно умножает свои слова. Посредством этого это добавляет его знания. Теперь попытаемся своими словами сделать секунду того, что говорит Шламуамеллах по обоим мнениям. Объяснение одно и то же. Он говорит о том, что человек, который разумный человек, он делает разум, поступает в чувства. Сердце начинает руководить посредством разума. Сердце мудреет и начинает его ощущение, начинает быть мудрыми. После чего человек должен руководить собой настолько, чтобы следить за своей речью, чтобы речь человека становилась мудрой. И когда он постоянно следит за тем, что он говорит, то он мудреет все больше и больше, и это добавляет ему разума. Для того, чтобы лучше понять этот кусочек, давайте воспользуемся известной Мишиной в трактате Перкеавод. Я вам много раз говорил, но это надо как бы помнить постоянно, что Мишли это источник мусара, написанный в Торе Шубихтав. Источник мусара в письменной Торе. Перкеавод это авод мусара, это прародители мусара из устной Торы. Поэтому они все время перекрещиваются, и учить одно из другого, без другого, очень тяжело. Поскольку, как бы, устную Тора без письменной легче учить, чем письменную без устной, то учить Перкеавод без Мишли более или менее возможно. Но Мишли без Перкеавод практически нельзя. Поэтому, говорят наши мудрецы, что, не помню, от чего имени это говорится, о том, что, «Харбэла матьи миробатай», многое учил от своих учителей, еще больше от своих хаверим, и еще больше от своих талмидим. Больше всего Тора я выучил от своих учеников. Но, понятно, что если человек с самого начала начинает учить Тора от своих учеников, то и он и ученики будут обычными бездарями, безграмотными, как это происходит очень часто, и мы это регулярно видим в жизни. Когда человек вначале учил Тору со своими учителями и принял Тору на уровне понятия, которое называется хохма, потому что хохму можно приобрести только от учителя, после этого человек становится хохам-лев, когда его хохма становится в его сердце, он постоянно о ней рассуждает. Эту часть можно приобрести только с хаверим, со своими, с людьми одного с тобой уровня, когда мы обсуждаем что-то. В спорах, в обсуждении рождается более ясное понимание, и тогда это становится не просто тем, что я принял, а становится каким-то атрибутом Бины, короче говоря. Бина находится в сердце человека, его разумность. Когда человек начинает, причем рассуждения, выводить новые законы, новое понимание, и так далее, на основании того, что он принял от учеников. И дальше есть третья вещь, еще больше я выучил, от учителей я оговорился, еще больше я выучил от учеников. Когда человек преподает и объясняет, то ему нужно научиться не только как бы поспорить, изложить, понять, увидеть и так далее. Ему нужно увидеть, как правильно изложить материал для ученика, чтобы для ученика это уже стало хохмой. Для него это становится, да, то, что он мехабер соединяется со своими устами и постоянно это говорит, и постоянно объясняет, это не только хорошо запоминается, запоминается эта часть, которая называется, сейчас, как он сказал здесь, момент, пига, находится бы пи, но еще и басфатав, который приводится к более глубокому пониманию, то есть уста и язык, они формулируют эту вещь так, что для другого, который меня слышит, это становится хохмой, но когда я сам это формулирую, это становится даатом, это становится частью самого меня. Понятно, что это в идеальном варианте. Так вот, эти вещи, о которых мы сейчас говорим, это то, что рождает настоящий даат человека. Поэтому Шлома Меллах продолжает нам объяснить, объяснять внутри этой головы, каким образом хохма должна перейти к дату, как нас предупредил Мальбин с самого начала. Окей, двинемся дальше. Следующий пасук говорит, 24-й пасук говорит, сотовый мед, речи приятные, сладость в душе и исцеление для костей. Я даже не знаю, как правильно перевести, может быть, это правильный перевод. Говорит Шлома Меллах, цуф-дваш имрино мотоклы нефиш о марпелле этсум. Я не знаю, как правильно перевести цуф-дваш. Дваш это мед, цуф-лацув. Это то, что плавает на поверхности. Плавающий мед, я не знаю, может быть, это и есть сотовый мед. Это в данном случае не важно, может быть, мед и творим. Правильный? Я не знаю, как правильно перевести, потому что мед... Медовый напиток. Некий медовый напиток. То, что плавает над... Мед, который плавает. Не знаю. Поскольку я не очень точно большой специалист по производству никакого вида меда, то я не очень знаю, о чем идет речь. Но что нам хотят привести, поскольку мы читаем это Мишли, и Мишли это примеры, то нас больше волнует не Машаль, а не Мшаль, чему нас хотят научить, это более просто. Так вот, слова приятные, они становятся сладкие для души, и они являются лекарством для костей. Говорит товарищ Мальбин. Он говорит так. ЦУВДВАШ ИМРИНО МАТОХЛЫ НЕФИШ МАРПЕЛЭЦ Ну, я уже перевел этот посыл. В ШАЯХЛЫ МАЛЫ это относится к тому, что сказано раньше, а именно АЛЬСФАТАВ ИСИХЛЭКОВ ЦУВДВАШ К Костям добавится слегка, к кустам добавится лекар, который является ЦУВДВАШ. Момент. То есть, он хочет считать это так. 23-24 предложение надо разбить немножко иначе. Сердце мудреца оно дает разум для уст. Точка. В языке человека добавится мудрости, которая становится плавает как мед при хороших высказываниях. И это будет при добром хорошем разговоре, и это будет сладкое и для души, и являться лекарством для костей. Так он хочет разбить предложение. Немножко не так, как разбито у нас. Теперь попытаемся увидеть, что имеется в виду. Говорит Мальбим, что это относится к сказанному мыши, а именно, что на языке человека прибавляется леках, прибавляется то, что он приобретает, то есть мудрость, которая находится как мед, который плывет. Потому что, когда приходит дат на язык человека, то становится сладким. Первое, что с ней происходит, оно становится сладким. И оно услышит законы мудрости до того, что они находятся, в них человек начинает чувствовать сладость. И не как вещь, в котором нет никакого смысла, никакого вкуса. То есть, пока человек, допустим, человек учит просто какую-то галаху, сухо учит галаху, такой нормальный литовский человек, который учит, занимается галахой. Он ее знает, но поскольку таам, смысл, немножечко скрыт, то это является нехватка какого-то вкуса. В тот момент, когда он начинает входить в него все больше и больше, то в этот момент это приобретает не только атрибут хохма, о котором мы говорим, но приобретает кроме этого еще какую-то сладость, какой-то вкус. И это то, о чем часто говорится о том, что понятие изменяюсь. И это о том, что часто говорится о том, что таам митцвот мы не знаем, мы не знаем смысла заповедей. Но слово таам, оно работает с иврита переводится на русский двумя словами. Первое это смысл, второе это вкус. Так вот, когда мы понимаем смысл какого-то отрывка тора, смысл какой-то заповеди, то мы ощущаем мотикут, ощущаем сладость, ощущаем вкус этого. Понятно, что познаем смысл заповедей на уровне одна миллиардно секстиллионная заповеди и так далее. Умножить на 10 в минус 25 степени, я не знаю как. Но тем не менее, то немногое, что мы познаем, это дает нам какой-то вкус, какое-то ощущение. Поэтому человек, который в устах которого находится изучение торы, то этот человек, поскольку он приобретает что-то, он начинает чувствовать вкус. На самом деле это происходит во время изучения любой части торы. Зогора, скрытой части торы, гемора, открытой части торы, галахи и так далее. Чем больше человек учит, чем больше он касается, чем больше он повторяет и воспринимает, тем больше он начинает ощущать сладость этой вещи. Это то, о чем говорит нам Шлама Амылых. Поэтому, несмотря на то, что я не знаю, что такое цуф-дваш, плавающий мед, но о чем идет речь, более или менее понятно. И это не как вещь, в которой человек не чувствует вкуса, но он находит этот вкус, и это цуф-дваш, о котором сказано, что он ноам, он приятен, что его наимут, его это духовная часть, которая приходит из-за мускалим рухнием, из-за каких-то вещей духовных. И здесь нам объясняется, что цуф-дваш это не телесная сладость, которая приходит к вустану лахаеха, это небо, который ощущает небо человека, не только его телесная сладость. Ух ты, обалдеть. это не только телесные вкусовые рецепторы, которые существуют из человека, но это также мотикут, так же сладость, которая духовная сладость. И вот эти имрии, но красивые слова, которые говорят человек, они не относятся только к душе, и они не отделены от тела, но это сладость, которая двойная, она и сладость духовная, душевная, и сладость, которая вылечивает кости человека, до такого состояния, что человек достигает истины своей мудростью и соединяется со своим телом, и тогда Роах Алаким, тогда Роах Всевышнего, Дух Всевышнего наполняет все комнаты, все полости, все, что есть в человеке, и возвращает его от глупости посредством Исурим, которые были у человека, к мусару Нефшиш, к духовной части, и таким образом, этот Сейхль, который с помощью Сейхля, человек, который, Сейхль это разум, да, анализы и путями Сейхля, когда человек идет, он начинает ощущать не только духовную сладость, но эта сладость переходит и к телу тоже, и не только вкусовые рецепторы, которые находятся в небе человека, но даже кости человека, в них проникает смысл заповедей, и этот мотикут, он наполняет и души человека, и его тело, и это сладость, которая заполняет все, это тот цуф-дваш таинственный, который плавающий мед дословный, или сотовый мед, о котором говорит Шлома Амеллах, это один из примеров, когда хочешь, не хочешь, переводи дословно, никакого смысла в этом нету в дословном переводе, поскольку ничего не поделать, книга Мишли, ровно как и Кагелот, пользуется аллегориями, и аллегории, которые, ну, не знаю, может быть, может как-то можно их составить по-русски так, чтобы они чувствовались, но, по-моему, это невозможно сделать, в всяком случае, я стопроцентно не могу даже попытаться к этому прикоснуться, поэтому переводить я никогда, блин, это ничего не буду, говорит Гаон Мивильно, он говорит, цуф-дваш и мрином, возвращаемся к тому же посылку, но с комментариями Гаона, что вот плавающий мед, это уста приятные, каждая вещь, моток, любая вещь сладкая, называется в то ли двашем, говорит Гаон, медом, словом цуф называется самая сладкая, очень сладкая, чрезмерно сладкая вещь, таким образом, цуф-дваш, это самая сладкая из возможных сладостей, и об этом сказано, но фэт-цуфим, он приводит пасук для доказательства из Дгилем, 19-й пасук, где сказано, но фэт-цуфим, и там слово цуфим означает что-то безумно сладкое, Ну и как перевести пасук? Слаще меда что? Слаще меда слова, вот эти вот красивые речи, может быть, но он не хочет сказать, что это слаще меда, он хочет сказать, что они работают как самый сладкий мед, они дают сладости душе и телу, мне кажется, что это он хочет сказать, окей, так вот, он продолжает и говорит, что, но цуф, а, извините, я пропустил кусочек, и теперь он говорит, что вот этот цуф-дваш, он лучше, чем сам дваш, то, что плавающий мед, вот он лучше, чем сам дваш, лучше, чем сам мед, Почему? Дваш, он сладкий, но он не полезен для тела, мед, он не полезен для тела, я, так вот, честно вам сказать, не знаю, что полезно, что вредно для тела, Гагро утверждает, что мед для тела не полезен, но цуф, это тот мед, который полезен для тела тоже, понятно, что цуф-дваш, это не то, что добыто у пчелы или у истамарив, в данном случае мы уже ушли от Машаля и пришли снова к Нимшалю, это те самые Имрино, которые слова, хорошие слова, красивые слова, слова Торы, которые одеты в красивую оболочку, вот они, они дают сладость и для тела, и для Торы, и для души, даже для тела, и это то, что сказано Имрино, они подобны вот этому таинственному цуфу, который является сладким для души, и также то, что лечит кости. Кости, говорит Гаон, это главная часть тела. Имеется в виду, что есть два, наединим Аврим Аляадам, есть два вида суда, которые приходят к человеку после его смерти. Первый Гееном, и второй Хибуда Акевер. Мы их как-то обсуждали, поскольку у меня подчеркнут, судя по всему, это предложение я уже читал когда-то, когда из другого места мы пришли. Так вот, Гееном и Хибуда Акевер, это две вещи. Гееном, это то наказание, которое получает то исправление, которое подвергается душа после смерти человека. Хибуда Акевер, это то, те страдания, которые получает тело после смерти человека. Когда тело съедается червяками, и я где-то читал в нескольких местах, что до тех пор, пока червяки не съели труп, это большие страдания, которые чувствует человек. Я не знаю, как он это чувствует, я не буду это обсуждать сейчас, но поэтому одна из причин, по которой во многим местам в Эрицесрой хоронят без гроба вообще. Они кладут прямо тело в песок, в землю, для того, чтобы оно как можно быстрее, само тело ушло, и остались только кости. В Худсларес, где хоронят в гробу, есть люди, которые специально в гроб ставят вот как такой камень, для того, чтобы гроб плотно не закрывался, для того, чтобы тело быстрее могло разложиться, потому что скорость этого разложения, оно уменьшает Хибуда Акевер, оно уменьшает страдания человека, человеческого тела в могиле. Так вот, два страдания, два вида страдания, два дина, которые проходят на человека, это Юном и Хибуда Акевер. В Имрино Мацель Миколь. Человек, который говорит приятные слова, то есть постоянно говорит слова Тора, и постоянно говорит приятным образом, то она спасает от всего. И это наоборот тому, что написано раньше. Сейчас мы посмотрим, что написано раньше. У нас есть в пятой главе несколько интересных псу-ким. Те, у кого есть возможность посмотреть книжку, надо посмотреть пятую главу, третье предложение, которое говорит нам такую историю. Ой, попробуй это переведи. Давайте мы используем то, что кто-то уже перевел, хотя, конечно, это тоже будет не идеально, но совместными усилиями попытаемся это понять. секунду, пятая, третья глава, пятая, нет, пятая глава, третье предложение. Пятая глава. Сотовый мед источает уста чужой женщины и даже ели нёба её, но последствия от неё горьки, как полынь остры. То есть, он говорит, что Сифте-Изара... Сейчас. Окей, используем тот же перевод, который он сказал, что Иша-Изара, как мы знаем, это женщина-блудница, которая является тайво, которая телесная... Та часть человека, которая преследует телесное удовольствие. Так вот, они источают, они сладки, как вот этот вот мёд, но в конце концов, Ахрита-Мара, оно, конец её очень тяжёлый, горький, и она, как обоюдоострый меч, и ноги её, они спускаются к смерти, в Гиеном, и там её шаги туда ведут. То есть, теперь, это ровно наоборот тому сотовому мёду, который говорится у нас здесь. Здесь мы говорим о том, что имрино положительные, хорошие слова, слова, которые высказываются, слова Торы, которые постоянно звучат, это ведь продолжение предыдущего пасука, который говорит, что когда человек постоянно говорит слова разума, то это приводит к тому результаты, о которых мы говорим, что это приводит к состоянию дат, дата, понимания, знания, хибура, соединения с Торой, и эти слова спасают и от хибуды Акевер, и от мучения в могиле телесных, и от Гиенома. И это наоборот тому, что когда мы получаем сладость не от сладости, а сладость, которую мы получаем от мёда, то есть от мёда, который является тавой, когда человек живёт на уровне восприятия своей Таевы, и идёт всё время на поводу у Иши-Заны, у женщины блудница, то в этом случае всё замечательно, вкусно, красиво, хорошо, но в результате она приводит её к тому, что Роглейгердот Маевит, то есть в начале язык нёба, как вы сказали, вкусовые рецепторы, они ощущают сладость. После этого последняя капля, которая кидает Иши-Зана в рот к человеку, это капля Мара, горькая капля, которая остра, как обоюдоострый меч, то есть это смерть с косой, которая приходит и кидает, Амалахамавит кидает горькую каплю, от которой человек умирает, это последнее, что он делает, во время, когда человек умирает, говорит Медра, что Амалахамавит является перед ним ангел смерти, человек от ужаса открывает рот, и в этот рот летит вот эта типа Мара, горькая капля, которая умертляет человека, и сжигает у него всё внутри, и от этого начинается там все хибутэйкевер и так далее, все страдания, гниения, они от этой типы Мары, которая входит во время смерти в эту секунду. И Граглейхэйрдот Мавит, что такое Граглейхэйрдот Мавит? Многие ведут к смерти, смерть это разделение души и тела, то есть это гейном, который получает человек, шауль, гейном, в который попадает человек, и хибутэйкевер, который он получает. Имрином, они слаще, чем этот мед, они дают большее удовольствие для души, и большее удовольствие для тела, они спасают и от хибутэйкевер, и от гейнома, который должен получить человек. То есть это противоположность, то, как надо себя вести, отделиться от Тавы и присоединиться к Сейхалю. Это продолжение того, что сказал Рамхаль, который говорит, что вся человеческая жизнь это борьба двух вещей. Его телесных инстинктов раз, его разума два. Так вот, разум, который выходит через уста человека, это то, что спасает его от телесных инстинктов в виде Тавы, о котором говорилось в пятой главе, и приводит в состояние спасения от хибутэйкевера и гейнова, о котором мы сказали сейчас. На этой счастливой ноте я закончу сегодня. До встречи через неделю. До новых встреч в эфире. До свидания. Всего доброго. Шоу готова, готова, хорошей недели.